Недавно инициатива по ограничению того, чтобы чиновники воскопоставленные, российские, имели собственность за границей, сама по себе очень правильная инициатива, потому что в Библии еще сказано, там где сокровище ваше, там и сердце ваше, там где человек хранит свои деньги, интересы того места он и защищает, просто в силу такого простейшего механизма функционирования потребительской, обывательской психологии. Это давно замечено и именно поэтому монашество, например, или духовный путь не сопоставим с состяжательством. Для начала, конечно, хотелось бы, чтобы люди, которые управляют Россией, имели свое сокровище в России. Тогда, даже если мы допустим, что это не очень хорошие, не очень юристические люди и, в общем-то, думают о своем личном благополучии больше, чем благополучие страны, но это приходится допустить, исходя из, наблюдить из реальным положения дел, то все-таки, если они будут хранить сокровища их здесь, на территории России, в российских банках и даже в российских чулках и в российских вот стеклянных банках, всегда в гектарах своих вот этих угодий, поместьях, но если они там закопают свои сундуки с долларами и бриллиантами, все-таки есть шанс, что они будут сохранять лояльность России в сложной ситуации. Это не значит, что это надо поощрять коррупцию и складирование награбленного. Это некоторая минимальная гарантия, что когда придут враги, он будет защищать это поместье, раз, и выступая в тех или иных ситуациях во внутренней политике и в организации процесса, он будет периодически возвращаться сознанием к закопанному сундучку. Если так отнестись всерьез к тому, что предлагается, но это революция, это революция в сознании, это революция в управлении, это революция в идеологии, где государство, народ, нация, общество становятся ценностями, которые требуют подчинения индивидуального вот этому общественному коллективному идеологическому началу. Вообще поэтому идея эта очень хорошая, очень идеологическое начинание, но очень трудное, потому что на самом деле у государства сегодня есть помимо внешних врагов и пятой колонны, есть еще один собственный русский враг. Это наше русское разложение, это русский порог, это порог людей, который ставит личное, индивидуальное выше общественного. И, конечно же, как любой русский человек, мы ни на чем никогда не останавливаемся на середине, и призыв быть либералами, призыв заниматься благополучием самого себя, делать личную карьеру, мы понимаем совершенно в радикальных тонах, в отличие, кстати, от Запада, где свободы сопрягаются с ответственностью, с определенными обязанностями, которые вместе с этими свободами вкладываются в западного человека. То есть ты работаешь на себя, но соблюдаешь права других. В России либерализм, предложенный русскому человеку, понимается совершенно иначе. Если тебе дается свобода, значит тебе не даются никаких ограничений. Если тебе предлагается заниматься собой, то на другого ты должен просто самым таким последним образом омерзительно наплевать. Соответственно, этот русский коррупционный либерализм и создает практически невозможность управлять государством, потому что одни саботируют активно на площадях несогласные, болотные, а другие просто все тащат себе. Как русские люди отложили все границы, преодолели все пределы, осуществили все формы такой трансгрессии, о которой Достоевский говорил, что широк русский человек, и даже непонятно, где кончается широта и начинается подлость. Потому что мы действительно всеобъемлющие, мы все в себя включаем. И начав воровать, мы не можем остановиться. Будет воровать все больше и больше, пока не украдет весь мир вместе с Луновой. То есть он хочет украсть все. Русский человек, он всечеловек. Когда сегодня коррупция является мотивацией и власти, ну и, как бы сказать, тех, кто еще до нее не добрался, конечно, перебороть этот тренд, это направление чрезвычайно трудно. Одним указом здесь не отделаешься. Конечно, изобретательность русских тоже не знает пределов. Люди найдут, как обойти эти ограничения. Но здесь, наверное, надо, может быть, пойти самым радикальным образом. Я предложил Путину радикальным образом построить вместо России Платонополис. У Платона было так. Занимаясь высшие посты в государстве, могут только те люди, у которых вообще нет частной собственности. А частная собственность свободно на рынке приобретается, укрепляется и охраняется. Но любой человек, обладающий приличной частной собственностью, начиная с того же миллиона, например, он просто не имеет права участвовать в политике. Так Платон предлагает готовить стражи, стражи государства, философов, которые будут охранять идеи. Их надо с детства воспитывать таковыми, чтобы они не любили материю, а любили дух. А те, кто любят материю, их тоже не надо заставлять любить дух. Ну не хотят и нет. Вот это более радикальный метод. Тогда понятно, что собирается такая дружина, бригада стражей изучать философию, русскую историю, аскетическую. Такие вот воины-монахи своего рода, русские тамплиеры, которые говорят, мы не имеем ничего, мы отдаем обет бедности, для нас Россия превыше всего. И только нам политическая власть, а вам зато деньги и благополучие. Только ваше благополучие будет под нашим контролем. И мы будем ставить те законы, в рамках которых вы будете пользоваться своей свинообразной материальной свободой. Вот это государство философов, идеальное государство в России надо строить. А те палеотивы, которые предлагают сейчас в форме ограничения чиновников иметь деньги за границей, это, конечно, с трудом выполнимо, именно в силу, я бы сказал, ничтожности этой задачи. Просто здесь, когда что-то летит в одном направлении, притормозить очень трудно. Лучше вообще просто полететь в другом принципиальном направлении. Тренд, который взяло русское общество, это абсолютно в бездну ведет. Соответственно, быстрее мы туда прилетим, медленнее мы прилетим. Это не имеет значения, надо ехать в другом направлении, просто в прямо противоположном направлении. Но тот, кто хочет перетормозить это движение, то есть Путин, движение в бездну, уже дает правильный сигнал. Значит, кто-то осознает, что дальше это продолжаться не может, иначе все в России просто продадут, и все на этом закончится. Соответственно, понимание серьезной ситуации есть. Приложение приближет к сфере рациональных, правильных, невыполнимых, таких неэффективных. Но хорошо, что оно есть, потому что лучше даже невыполнимое утверждение правильных и положительных наказов, чем просто откровенное признание беспомощности политики, государства и общества перед тем валом греха, порочности и вырождения, которое открыто и без масок, и в масках наступает на наше общество. Редактор субтитров А.Семкин